Какой он настоящий мед? Жидкий, густой, кристаллизуется или нет? Тягучий ли? О пользе этого сладкого лакомства знают практически все. А мы узнали все о свойствах натурального меда. Для этого мы отправились на самую настоящую пасеку и встретились со специалистами, которые точно знают толк в этом чилином нектаре. Мед поет. И услышать этот хрустальный треск можно при переливании большого объема натурального пчелиного нектара. В амбаре Владимира можно наслаждаться этим звуком целый день. Урожай пчеловода в этом году полтонны сладкого янтаря. Мед липовый. На анализ издаем мед. Соотношение 70% липового меда, а 30% цветочного. Восстановить давно заброшенную пасеку в лесу – идея друга Володи, Андрея. Городской житель решил завести пчел по личным причинам. Любили мед как сам продукт, употребляли его в достаточном количестве. Ну и после того, как появились и дети, и семья, потребление стало его гораздо больше. Стал вопрос о том, как найти все-таки качественный, вкусный, хороший именно липовый мед. И пришла идея небольшую пасеку организовать. Было выбрано место. Это был определенный именно липовый лес. Вдалеке от населенных пунктов, от всевозможных фермерских хозяйств был сделан акцент на то, чтобы продукт был экологически чистым. За год общее дело уверенно встало на рельсы. Пасека увеличилась, и меда теперь хватает не только на семью, но и на продажу. Здесь более 80 ульев напоминают сказочные домики. Опыт работы с пчелами у Владимира огромный. Дело всей жизни, говорит пчеловод. Пасека у нас находится вдали от дорог, от полей, посредине леса. Тут у нас таких случаев не было, чтобы всякие на полях распыливают химикаты. Медоносных полей нету. И не было у нас таких случаев, чтобы пчелиные семьи погибали. Для того, чтобы поближе рассмотреть жизнь пчел в улье, одеваем специальную экипировку. Этих летающих насекомых раздражают ароматы духов, запах сигарет и алкоголя. Те, кто не соблюдают правила, рискуют быть ужаленными. Прежде чем открыть улей, Владимир обрабатывает его дымом. Это успокаивает пчел. Внутри вертикальные перегородки, на которых пчелы строят соты. Маленькие ячейки. У пчел все, как у людей. В одних ячейках они живут, в других складывают запасы пищи, в третьих хранят нектар с пыльцой. У пчел жесткая иерархия. Есть сторожа, кормилицы, рабочие пчелы, пчелы-уборщики, трутни. Главное в улье пчела – матка. Нам удалось ее обнаружить. Вот матка она. Более крупная. Молодая матка. Крылья не истрепанные. Спряталась. Сейчас найдем. Все ухаживают за маткой, кормят. Ее называют царицей улья. Только она может приносить полноценное потомство рабочих пчел. Ведь именно им предстоит вылетать в лес и возвращаться оттуда с добычей. Сейчас уже конец медового сезона. Весь мед из сот откачан. На краю гнезда рабочие пчелы, а в середине там молодые. Вот закрытый расплод. Отсюда уже выходят пчелы. Чтобы мед был качественный, надо соблюдать правила. Соблюдать чистоту, порядок. Не безалаберно работать. И не пользоваться там сахаром, чтобы был чистый мед. А то некоторые пчеловоды после как-либо процветают, зацветают, еще добавляют сахаром кормят. Чтобы сделать побольше меда. Конечно, будет некачественный мед. Кормить сахаром пчел можно только зимой. Если природная структура меда нарушена, то опытный потребитель это сразу заметит. Ароматный, душистый такой, липовый. Он же очень ценится. Цвет желтый, ближе к темному. Хранится может даже годы 3-4. Если он чистый, натуральный. Вот у меня дома деревянный амбар. Если холодно, допустим, она кристаллизируется. Мед, он все равно должен кристаллизироваться со временем. И ты уже ничего не поделаешь. Если он и в теплом месте, он все равно должен кристаллизироваться. Полгода, больше полгода. Если сахарный, допустим, мед, он жидкий, как вода. Хранить мед лучше при комнатной температуре в темном месте. Можно и в холодильнике. Тогда он быстрее закристаллизуется. Хороший мед при правильном хранении заменит сладости, поможет и здоровье поправить. Сперва я как лекарство только принимала. А после того, как мы стали сами уже собирать урожай, у нас остальное не отходит. А ребенок? До трех лет нельзя говорили, но я помню, два года я уже дала. Чаем попить, вместо малины, с медом. Пепелом мы не болеем. Главное – это натуральный сахар. Это же нектар. Все с цветов, все с природного материала, все собирает наши трудяги-пчелки. И вот это натуральное мы едим и не жалуемся на здоровье. Неожиданный результат получили и в семье Алексеевых. У детей ушли вот такие проблемы, как аллергия на как раз продукты, которые, вот все, что покупалось в магазинах. Хорошие сборы позволили друзьям выйти на медовый рынок. Тот мед, который мы употребляли, мы уже начали его реализовать через пчеломагазины. Зарегистрировать пасеку официально и продавать мед через магазины Андрею помогли в агентстве пчеловодства. В этой организации занимаются развитием отрасли в регионе. Здесь всегда готовы подсказать, когда и где нужно проверять пчел, как получить ветеринарное свидетельство на мед, где проверить нектарное качество, чтобы можно было продавать. В продажу в магазины поступает только проверенный мед. Все эти меда, которые присутствуют здесь, которые выставлены, каждый из них – это конкретные сдачи, и на каждую отдельно взятую кубитерный мед имеется соответствующее лабораторное исследование, что этот мед соответствует ГОСТу, и он обладает соответствующим требованиям, которые предъявляются ГОСТовскому меду. И в магазинах, и на рынке на мед, как и на другие продукты, должна быть необходимая документация. Каждый покупатель вправе ее потребовать от продавца. А по вкусу какой должен быть мед? По мне, не самый сладкий, поскольку сладкий, я в жизни не очень люблю сладкое. Но чтобы он немножко горчил, после вкуса обязательно должен горчить. Это я считаю, что самый настоящий мед. В первую очередь на вкусовые рецепторы, потому что если мед он вкусный и красиво благухой, то, естественно, глаз будет падать на него. А по советам знакомых, наверное, я вряд ли пойду, потому что в этом магазине здесь дадут попробовать, и расскажут о нем, и предоставят все анализы. Поэтому лучше довериться проверенным продавцам. Ассортимент большой от каштанового до гречишного. В Чувашии в основном делают липовый и цветочный мед. Последний имеет богатый состав микроэлементов и витаминов, потому что собран с разных растений. Зрелый мед – это показатель содержания воды. Чем меньше воды, тем мед отличается по густоте. И мы говорим, что зрелый, то есть мед откачанный, когда пчеловод в сотовой рамке его запечатан на одну треть, и только тогда он откачивает, это он имеет право говорить, что он зрелый. И зрелый мед при стекании, на стыке, соприкосновении общей массы образует как бы горку. И горка, чем она выше, тем это будет подтверждать, что густота меда, вернее, зрелость в содержании влаги здесь меньше. Вот видите, образуется горка высокая. Здесь 18-17%, а по норме всего лишь должно быть 20%. Поэтому этот мед очень зрелый, видите, какая сам образуется горка. И если даже второй прием, он даже тоже иногда наматывается на нашу ложку. Некоторые пчеловоды, в большой практике, они запечатанный мед выдерживают еще одну неделю прямо в улье. И за эту неделю мед как бы дозревает. И когда дозревает, он становится еще более ароматным, еще более вкусным. Мед испокон веков считался ценным целебным нектаром. Но в последние годы во всем мире остро стоит вопрос сохранения пчел в природе. Статистика говорит, что с каждым годом их становится все меньше. Сейчас в России насчитывается более 3 миллионов пчелосемей. А 30 лет назад их было более 7,5 миллионов. Насекомые гибнут. Зачастую из-за того, что сельхозугодья обрабатывают опасными для них химикатами. Раньше гибель пчелосемей мы всегда констатировали за счет болезней. Это, прежде всего, воротоз и назематоз. Но последние 2-3 года посевные площади по такими культурам, как рапс, горчицы, стали год в год увеличиваться. А эти культуры, такие виды, которые в процессе своего роста и развития нуждаются в многократных обработках антисексидами. Как защитить медоносных насекомых, об этом думают сейчас специалисты во всем мире. Что пока могут сделать превентивно? Договариваться с сельхозпредприятиями, чтобы они вовремя предупреждали о том, когда и чем будут обрабатывать поля и принимать меры в этот период. Либо закрывать улья, как зимой, либо перевозить их на время в другое место. Как отличить качественный мед от некачественного, специалисты нам рассказали и продемонстрировали. Сейчас я вам тоже покажу пару лайфхаков, которые в домашних условиях помогут вам узнать, какой продукт находится на вашем столе. Способ первый. Берем вот такую салфеточку и капаем на нее мед. Если мед натуральный и ничем не разбавлен, вот такой горочкой складывается мед на салфетке и никаких разводов вокруг нее не образуется. Если бы наш мед оказался некачественным, то здесь вокруг этой горочки появились бы влажные разводы. Для большей убедительности после того, как вы капнули мед на салфетку, вы можете оставить его на салфетке минут на 20-40. И посмотреть еще раз, появятся разводы или нет. Вот эта салфетка, на которой мед у нас пролежал 40 минут. Видите, разводов никаких нет. Мед настоящий. Второй способ проверки на качество меда в домашних условиях. Для этого нам понадобится йод и немного теплой воды. В этой воде теплой мы растворяем, ну, у меня здесь достаточно много воды, поэтому пару ложек меда я сюда добавлю, чтобы пропорции были примерно одинаковые. Затем мы все это размешаем. И когда немножко размешали, уже можно добавлять в эту смесь капельку йода. Совсем чуть-чуть. Так, вот у нас капелька. Немножко помешаем после этого. Вот видите, жидкость наша в стакане цвет не поменяла. Это тоже говорит о том, что мед без примесей, в нем не содержится ни крахмала, ни муки. Если бы эти вещества там содержались, то эта жидкость посинела бы. Ешьте натуральный мед и будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова